добрый день в этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием void magic tower также можно встретить название hollow tower и void pyraminx оригинальный magic tower выглядит вот так от производителя сенксо void говорит о том что отсутствуют центры также как у кубика рубика есть модификация void cube где центры отсутствуют и можно видеть кубик изнутри здесь также отсутствуют центры и головоломку можно пронзить насквозь к примеру отверткой причем без всякого вреда void cube является более сложной версией чем обычной 3 на 3 его чуть сложнее собирать и тут возможен void паритет кажется что void пирамидка должна обладать подобными свойствами но на самом деле нет напомню что magic tower это версия пирамидки которой добавились центры и убрались тривиальные уголки а если из magic tower убрать центры то это получится обычная пирамидка но без вот этих маленьких уголков вот этот элемент будет единый вот такой в итоге получается что void pyraminx или void magic tower это упрощенная версия пирамидки который вращается немного хуже но зато выглядит интереснее те кто умеет собирать обычную пирамидку вполне справится и с этой головоломкой для всех остальных я подробно расскажу как это делается классической пирамидки на первом этапе собирается красная звезда можно и другого цвета но для определенности начнем именно с красного для этого для начала нужно повернуть тривиальные уголки так чтобы вот эти цвета совпадали красный желтый не совпадает поворачиваем он здесь красные совпадают можно добиваться совпадения любого цвета главное если с одной стороны совпало то есть остальных тоже совпадет уголков в пирамидке 4 поэтому такую процедуру максимум придется делать четыре раза вот четвертый уголок далее нужно найти три красных угла один второй и третий если поставить пальцы на эти три красных угла сейчас мы красного цвета не видим но если посмотреть других сторон то там есть красные грани если голову держать именно так то на той грани которая оказалась сверху должен быть красный цвет если мы повращаем угловые элементы то красный цвет сюда повернется так и вот так и мы получаем красную звезду а это и есть цель первого этапа также вместо того чтобы искать три красных уголка можно найти один у которого красного цвета нет и поместить его назад тогда грань которая оказалась перед нами должна содержать красный цвет также поворачиваем уголки на себя красным цветом и получаем красную звезду есть два способа выбирайте какой нравится на вот пирамидке нет необходимости поворачивать тривиальные уголки виду их отсутствие поэтому мы сразу ищем красные углы вот один вот второй вот третий если мы поставим палец на все эти уголки то грань которая обращена на нас должна быть красной третий вот у нас получилась картина это ребро пока не важно нам достаточно вот такого расположения вот эти ситуации равнозначны здесь красная звезда и здесь также вместо того чтобы искать три красных угла мы можем найти один который красного цвета не содержит к примеру вот этот он единственный такой и располагаем его сзади а значит на переднюю грань нужно повернуть остальные уголки красным цветом один уже есть поворачиваем второй и поворачиваем третий три угла красных на месте на следующем этапе мы собираем первый слой для этого нужно красные ребра а это элементы с двумя цветами поместить на первый слой так чтобы цвет нижней и боковой грани совпадал с цветом элемента для этого мы ищем наверху ребра с красным цветом помимо красного цвета есть какой-то еще мы поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор пока второй цвет красного ребра не совпадет с нижними уголками то есть вот здесь вот зеленые цвета совпадают если повернем сюда зеленый желтый не совпадает нам нужно чтобы совпадало возвращаем сюда красное ребро и здесь зеленый цвет совпадает ребро располагается справа значит для того чтобы поставить это ребро на первый слой мы поднимаем левый уголок вставляем сюда ребро и опускаем левый уголок смотрим что получилось зеленый цвет совпал красный совпал ребро находится на своем месте если мы не будем совмещать второй цвет пример вот красное зеленое ребро мы понимаем что нужно поставить его сюда и пытаемся точно также его сюда поместить поднимаем вставляем опускаем видим что цвета не совпадают значит мы сделали неправильно нужно было вот этот зеленый цвет совместить с цветом угла если ребро находится справа то мы поднимаем левый уголок вставляем ребро и опускаем левый уголок давайте попробуем на остальных элементах вот у нас есть красно-желтое ребро вращаем до тех пор пока у нас вот этот желтый цвет 2 помимо красного не совпадет с цветом уголка желтый и зеленый не совпадает желтый и синий не совпадает желтый и желтый совпадает ребро находится слева то есть зеркально предыдущему случаю значит мы теперь поднимаем справа уголок вставляем туда ребро и опускаем назад три движения проверяем желтый красный все совпадает ищем дальше красные ребра на верхней части пирамидки вот у нас нашлось красно-синее синий цвет нужно совместить с цветом уголка мы видим что рядом как раз находится синий уголок ребро справа а значит мы поднимаем левую сторону вставляем туда ребро и опускаем левый уголок первый слой собран важно чтобы получилось что здесь вот полоска одного цвета синяя зеленая и желтая а здесь красная сторона если у вас получилось что на верхней грани нет уже красных ребер красная сторона как бы собрана но вот этой полоски нет значит у вас нижняя грань собрана неправильно вот здесь хорошо а вот здесь нет в любом случае если у вас кончились ребра на верхней части пирамидки а нижняя часть не собрана значит ребра стоят либо не на своем месте либо стоят неправильно в данном случае зелено-красное ребро стоит на месте желто-красного чтобы поставить его на свое место нужно отсюда как-то извлечь для этого можно использовать простую комбинацию под названием пиф-паф делается она следующим образом мы опускаем правый уголок опускаем левый уголок потом поднимаем правый уголок и поднимаем левый уголок четыре хода и у нас ребро поднялось теперь его можно поставить на свое место здесь цвет зеленый с желтым не совпадает с синим не совпадает с зеленым совпадает ребро находится справа иначе поднимаем слева вставляем ребро опускаем теперь у нас наверху появилось еще желто-красное ребро которое также нужно поставить тем же способом на место и вот такой случай наверху красные ребра тоже кончились но нижний слой не собран вот это ребро стоит на своем месте но развернуто неправильно мы здесь также применяем комбинацию пиф-паф для того чтобы поднять ребро наверх опускаем правую угол опускаем левый угол поднимаем правый поднимаем левый ребро поднялось сразу совпадает с желтым цветом и уже известным алгоритмом ставим на свое место поднимаем вставляем опускаем первый слой собран также элементы можно ставить на первый слой при помощи пиф-пафа который только что показывал к примеру есть у нас сине-красное ребро и мы знаем что его место вот здесь между сине-красными углами ребро обращено к нам красным цветом а значит цветом нижней грани в этом случае мы можем не совмещать вот эти синие цвета а сразу из такого положения сделать пиф-паф ребро находится справа поэтому делаем пиф-паф начиная с правой стороны опускаем правый угол опускаем левый угол поднимаем правый поднимаем левый и ребро стоит на месте аналогичный случай когда у нас желто-красное ребро тоже должно находиться вот здесь но она располагается слева и красным цветом смотрит на нас мы можем не переводить его вот сюда после чего делаю три хода а сразу с этого положения сделать пиф-паф но так как ребро находится слева мы должны сделать пиф-паф левый а именно опускаем левый уголок опускаем правый поднимаем левый поднимаем правый первый слой собран также и на войд пирамидки находим на верхнем слое красные ребра напомню что снизу у нас красная грань ну вернее пока три красных угла они снизу находим сверху красное ребро в данном случае красно-желтые вращаем нижний слой таким образом чтобы желтый цвет совпал с желтым цветом уголка ребро находится справа поэтому поднимаем левый угол вставляем ребро и опускаем левый угол проверяем ребро стоит на месте ищем дальше синий красная синий цвет уже совпадает ребро находится слева значит поднимаем правый угол вставляем туда ребро и опускаем ребро на месте ищем еще одно вот зелено-красное проверяем что зеленый цвет совпадает зеленым углом ребро справа поднимаем слева вставляем опускаем первый слой собран далее на классической пирамидки нужно собрать верхнюю часть для этого первым делом очень важно нужно повернуть верхнюю часть таким образом чтобы цвета уголков на одной грани совпадали начале мы получаем в каком-то таком состоянии зеленый синий не совпадает нужно чтобы все уголки были одного цвета и именно из такого положения нужно определять какая ситуация у нас получилось всего возможно 5 ситуаций но решаются они по сути тремя алгоритмами давайте рассмотрим их все первая ситуация как раз у нас сейчас здесь вынимательно смотрим на ребра вот желто-синий ребро она не совпадает не с этой гранью не с этой по цвету желто зеленым не совпадает синие с желтым не совпадает получаем что это ребро которое не совпадает ни с одной гранью смотрим дальше ребро зелено синие зеленый цвет желтым не совпадает а синий цвет с синим совпадает это ребро не совпадает только с одной гранью ну и вот это ребро такое же всего ребер на верхнем слое мы найдем три одна сторона не совпадает, вторая совпадает. Мы должны взять пирамидку так, чтобы ребро, которое не совпадает совсем ни с одной гранью, оказалось сзади. Далее мы видим перед собой, что с левой стороны все красиво, а с правой нет. Если неправильный цвет располагается справа, мы начинаем делать пиф-паф справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Сделали правый пиф-паф. Далее мы видим, что поднялось красное ребро. Надо его поставить на место. Поворачиваем так, чтобы синие цвета совпадали, и привычным алгоритмом, которым собирали первый слой, ставим это ребро на место. Оно справа, поднимаем слева, вставляем ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим для закрепления. Первым делом мы доворачиваем верхнюю часть так, чтобы цвета совпадали, цвета уголков. Вот три синих уголка. На каждой грани они будут совпадать. Если вы будете определять ситуацию из такого положения, то пирамидку собрать не получится. Обязательно доворачиваем, чтобы цвета уголков совпадали, после чего определяем ситуацию. Это ребро совпадает одной гранью. Это ребро не совпадает ни одной. Это совпадает одной. Совсем не совпадающий элемент располагаем сзади. Далее начинаем делать пиф-паф со стороны неправильного цвета. Здесь вот справа, зеленый на желтой грани. Делаем правый пиф-паф. Красное ребро поднялось. Совмещаем желтые цвета и ставим ребро на место. Пирамидка собрана. Также возможна зеркальная ситуация. Сначала доворачиваем верхнюю часть, уголки совпадают. Проверяем. Одна совпадает, сторона вторая нет. Одна совпадает, вторая нет. Две стороны не совпадают. Вот это полностью не совпадающее ребро располагаем сзади. И видим теперь, что на синей грани неправильный цвет располагается слева. Эта ситуация зеркально предыдущий. Сделаем тот же алгоритм, но начинаем пиф-паф слева. Опускаем слева, опускаем справа, поднимаем, поднимаем. Опять поднялось красное ребро. Его нужно поставить на свое место. Совмещаем цвета. Ребро слева, поднимаем справа, вставляем ребро, опускаем. Пирамидка собралась. Посмотрим эту ситуацию наводит пирамидки. Первым делом обращаем внимание на верхний угол. Он зеленый, а нижний желтый, значит нужно довернуть. Желтый, желтый. Далее определяем ситуацию. Зеленый с желтым не совпадает, синие совпадают. Здесь оба не совпадают, здесь совпадает только один. Ребро, где два цвета не совпадают. Размещаем сзади. Далее смотрим на переднюю грань. Неправильный цвет справа. Значит, начинаем делать пиф-паф справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Поднялось красное ребро, совмещаем цвета, поднимаем с левой стороны, вставляем ребро, опускаем. Все собралось. Зеркальная ситуация. Зеленый цвет с желтым не совпадает. Доворачиваем. Желтый, желтый, совпадают. Проверяем ребра. Зеленый нет, желтый да, совпадает наполовину. Здесь тоже совпадает только одной стороной. Здесь не совпадает совсем. Ребро, где не совпадают оба цвета, располагаем сзади. Красная грань у нас снизу. Смотрим на переднюю грань. Неправильный цвет слева. Начинаем делать пиф-паф слева. Опускаем слева, опускаем справа, поднимаем слева, поднимаем справа. Поднялось красное ребро. Совмещаем второй цвет, ребро слева, поднимаем справа, возвращаем, опускаем. Все собрано. Ситуация, которую на классической пирамидке определить проще всего. Все элементы стоят на своих местах. Одно ребро полностью по цветам совпадает, а два других, несмотря на то, что на своих местах, но развернуты другой стороной. То есть зелено-желтое ребро стоит там, где нужно, но цвета наоборот. И таких ребер два. То есть два ребра перевернуты на своих местах, а одно ребро стоит правильно и цвета все совпадают. В этом случае мы также располагаем красную грань снизу, неправильные ребра перед собой и делаем следующую комбинацию. Сначала правый пиф-паф появилось красное ребро, но на этот раз мы отводим его не сюда, а назад. Она вот здесь вот сзади оказалась. Теперь поднимаем левый уголок, вставляем туда ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим. Напомню, что уголок верхний с нижними должен совпадать по цвету. То есть доворачиваем, после этого определяем ситуацию. Два ребра на месте развернуты, одно стоит хорошо. Два неправильных располагаем перед собой, делаем пиф-паф. Отодвигаем красное ребро назад, поднимаем левый уголок, вставляем ребро, опускаем левый уголок. Как это выглядит на Void Pyraminx? Желтый и синий не совпадают. Доворачиваем и начинаем изучать ситуацию. Здесь зеленый и синий не совпадают, но мы видим, что ребро на своем месте, но развернуто. Вот это ребро двумя цветами совпадает. А здесь еще одно перевернутое ребро. Два перевернутых ребра располагаем перед собой, а то, которое хорошее, красивое и стоит правильно, располагаем сзади. И выполняем алгоритм. Сначала пиф-паф справа. Дальше ребро отводим назад, поднимаем левый угол, вставляем ребро и опускаем. Все собрано. Следующая простая в определении ситуация. Опять доворачиваем уголок. Зеленый и желтый не совпадают. Вот так совпадает. Мы видим два одинаковых цвета у ребер, называемые глаза. И такие глаза будут на каждой грани. Неважно с какой стороны выполнять алгоритм, главное, чтобы красная грань была снизу. Делаем следующее движение. Опускаем правый уголок, верхний поворачиваем против часовой стрелки. Поднимаем правый уголок, верхний опять поворачиваем против часовой. Опускаем правый уголок, верхний поворачиваем против часовой, поднимаем правый уголок. Семь движений мы поочередно опускаем, поднимаем правый уголок, а верхний всегда вращаем против часовой стрелки. Повторим. Глаза с каждой стороны. Опускаем правый, поворачиваем верхний. Поднимаем правый, поворачиваем верхний. Опускаем правый, поворачиваем верхний, поднимаем правый. пирамидка собрана. Но не всегда с первого раза пирамидка соберется. Может быть такое, что вы сделаете эти 7 движений, опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. А у вас ситуация особо не поменялась. Также пирамидка не собрана, также есть глаза на каждой грани. В этом случае нужно просто движение повторить. То есть делаем то же самое. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Дело в том, что предложенный алгоритм перемещает ребра по часовой стрелке. Если вот это сине-желтое ребро перейдет вот сюда, то оно встанет не на свое место, и нам потребуется повторное применение. Но также можно сделать алгоритм зеркально, и с первого раза все получится. Как определить? Вот это ребро должно перемещаться вот сюда и становиться на свое место. Тогда делаем алгоритм справа. В нашем случае это не так. Но зато левое ребро, если переместить сюда, то оно встанет на свое место. То есть нужно движение против часовой стрелки. Также можно определять, если цвет вот этого уголка, вот с этим цветом совпадает, то делаем правый алгоритм. А если этот цвет с этим не совпадает то делаем левой. Делаем те же самые движения, но зеркально. Опускаем левый уголок, поворачиваем верхний по часовой. Поднимаем левый. Вверх по часовой. Опускаем левый. Вверх по часовой. Поднимаем левый. Проще, конечно, делать всегда правый алгоритм, либо один, либо два раза. Но выбирайте, как вам удобнее. Ну и как это выглядит на ввод пирамидке? Опять, верхний уголок по цвету должен совпадать. Он сейчас синий. Видим два одинаковых цвета, которые не совпадают с основным цветом грани. Глаза тут, тут и тут. На всех граних. Понимаем, что перед нами ситуация глаза и можем определить, правый алгоритм делать или левый. Цвет синий с синим совпадает. Значит, достаточно выполнения правого алгоритма. Опускаем справа, вверх против часовой. Поднимаем справа, вверх против часовой. Опускаем справа, вверх против часовой. Поднимаем справа Все собралось Ну и зеркальная ситуация Синий уголок, синие углы А вот эти цвета не совпадают Мы можем либо выполнить предыдущий алгоритм дважды К примеру, опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем, поднимаем Видим, что не собралось Поэтому повторяем Опускаем Поворачиваем, поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем, поднимаем Собрано Либо мы можем выполнить тот же самый алгоритм, но слева Проверяем, вот эти цвета не совпадают Значит нужно делать левый алгоритм Углы должны быть одного цвета Опускаем, поворачиваем, поднимаем Поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем Все собралось Мы рассмотрели все возможные ситуации Если у вас возник случай, который я не показал То проверьте, что у вас цвет верхнего угла совпадает с нижними Если у вас здесь желтый, а снизу два синих То вы ситуацию правильно не определите Ну, за исключением глаза Там будет трудно определить правый алгоритм или левый Но его редко кто определяет Помните, что вот этот цвет должен совпадать вот с этими Только из правильного положения можно определить нужную ситуацию Пример сборки для закрепления Сразу нам попадается уголок без красного цвета Его можно расположить сзади И на переднюю грань повернуть Три оставшихся угла красным цветом Но два угла уже повернуты Поворачиваем третий Раз, два, три Обращаем красную грань вниз И ищем красные ребра на верхнем слое Вот зелено-красное сразу нашлось Да еще и зеленый цвет с зеленым углом сразу совпадает Ребро находится справа Значит поднимаем с левой стороны Вставляем ребро Опускаем Первое ребро готово Дальше находим желто-красное Желто-зеленый не совпадает Поворачиваем Желто-желтое совпадает Ребро опять справа Значит поднимаем слева Вставляем Опускаем Остается третье ребро Но сверху его нет Но нижняя грань не собрана И мы видим, что красное ребро стоит на своем месте Но повернуто не той стороной Мы делаем пиф-паф Чтобы извлечь ребро с нижнего слоя Оно появилось сверху Проверяем, синие цвета совпадают Ребро находится слева Значит поднимаем справа Вставляем ребро Опускаем Проверяем, что верхний угол Совпадает с нижними углами по цвету Если было бы не так К примеру, желтый и синий То надо было бы довернуть Далее, только после этого Определяем получившуюся ситуацию Видим, зеленый совпадает Желтый нет Здесь два цвета не совпадают Здесь совпадает один Ребро, которое полностью не совпадает Отправляем назад И делаем алгоритм Начинать будем справа Так как неправильный цвет справа Делаем пиф-паф Поднялось красное ребро Совмещаем цвета И ставим на первый слой Пирамидка собрана Это простая головоломка Которая, наверное, больше коллекционная Чем сложная Она красивая Интересно выглядит Но собирается так же, как обычная пирамидка Даже проще, так как нет тривиальных уголков Но вращается, конечно, хуже Тренируйтесь, и все у вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока